Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно! Номер 1131. События дня. Псалом 65, 18. Если бы я видел беззаконие в сердце моём, то не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал, внял глаз умоление моего за 20 января 2019 года. Ну и объявление. Даём всё время. Умерла дробь Анастасия, четверо детей остались, и кто пожелает, может помочь. Вот тут четыре ролика, можно посмотреть всё это, и как хоронят. И дальше считать. Вот ответ какой, куда, кто послать, почему мы избрали. Валерий Беев. Уважаемый Игнатий, дайте, пожалуйста, ответ по поводу ношения бороды христианину. Могли бы вы доказать просто из Писания, а в частности из Нового Завета. Я вам признателен за присланный материал, как я пробежался и не увидел ни единой цитаты из Нового Завета, кроме цитат, не имеющих никакого отношения к моему вопросу. Я верю в то, что действительно в Ветхом Завете всё было именно так, как вы и говорите. Но я живу по Ветхому. Но я не живу по Ветхому Завету. Он отменён. Иеремия 31, 31, 34. Сегодня язычники могут обрести спасение так же, как и евреи. В Римлянам 11 глава. И нигде в Новом Завете вы не найдёте указания или заповедь касательно бороды. Вот уже сразу видно, что юритик, сектант. Где, чего, что касается тела, он даже не знает. Ну, нигде же не написано в Новом Завете, что нельзя жениться на родной сестре. В Ветхом Завете написано... Ну, в Новом не написано, что на матери нельзя жениться. Таких слов, что касается... Это прокажённые, как их надо опасаться. В Новом Завете ничего не написано. Там плотские грехи в Ветхом Завете осуждаются. А в Новом они что, одобряются? За что погиб Анан? Ну, это не понимают. Ну, и дальше вопроса. В Ветхом Завете пророки были с бородами. Ну, тут скажут раз в Ветхом Завете, да, Христос. В Новом это в Ветхом Завете. С бородой или нет? Нигде сектанты его не рисуют бритым. Ну, может быть, совсем уже сумасшедшие. Ну, а апостолы были с бородами? Ну, посмотрим, иконы, везде видно. Так. То есть, он безбородый. Безбородый подкаблучник. Это уже определенно. Вот я ему отвечаю. Заходите прямо сейчас по скайпу и все узнаете, кто и что. Ну, давай писать. Я знаю, что раз так не идет, он не будет заходить. Ну, тут уже я знаю. И он сразу, прямо мгновенно сразу, да, я уже два раза был у вас, меня опозорили. Я там выходил, где он был, что его опозорили, как, как. Ну, правда. То есть, он защитить бритый свой подбородок не мог, явно. А дружба как-то, любовь между братьями, как и лесть, текающий на голову, на бороду, бороду Аронову. А что, на бритый подбородок, на галстук? Ну, прямо сразу, мгновенно вскипел, гляжу, и все. Ну, и все, и кончилось. И что, ну, я ему материал скинул о бродобритии из нашей книги к истинному православию. Но он может считать, да ему не надо, это век. Это все тролли, подземные демоны Скандинавии. Больше он ко мне не зайдет. Я закрыл от него двери. Наталья Чернова, мир вам, Игнатий Тихонович. Поздравляю вас и во всю вашу общину с праздником Крещения и Богоявления. Пусть Господь продлит ваши годы и даст вам здоровье для вашего подвига, служения Богу. Смотрело ваше благовестие. Как всегда, замечательно. И улыбнулось, когда в конце вы сказали, что это не на елке, а верующие люди собрались. Евангелие, как пирожки горячие разлетели. Слава Богу за все. И вот дальше сегодня сказали. Список всех 26 дуолей Пушкина Александра Сергеевича. 1816 год. Еще 11 лет он будет искать. 26 дуэлей. Вызван дуэль Павла Ганнибала, своего дядю. Причина. Павел отбил у молодого 17-летнего Пушкина девушку. Лошакову на балу. Лошакова, то есть лошадь, кобылу отбил. Итог. Дуэль отменена. 17-й год. Пушкин вызвал дуэль Петра Каверина, своего друга. Причина. Сощрененная Каверином шутливые стихи. Итог. Дуэль отменена. То есть он совершенно сумасшедший. Ну и дальше, как он вызвал Кондратия Релеева, декабриста. Шутка какая-то была. Он еще не терпел. Нет, умер по-христиански. Вот. Его вызвал друг Кихельбекер. Кихельбекер не видишь. 19-й год. На дуэль Модеста Корфа, служащего из Министерства юстиции. Причина. Слуга Пушкина приставал пьяным к слуге Корфа, и тот его избил. Итог. Дуэль отменена. Пушкин вызвал дуэль майора Денисевича. Пушкин вел себя вызывающе в театре, крича на артистов. Денисович сделал ему замещание. Итог. Дуэль отменена. Ну, если как пишут, это вероятно, то куда это годится? В 20-м году, вот прочитайте, в 21-м, вот так, в 22-м году стреляли снова промахнулись. В 22-м году Пушкин вызвал дуэль шестидесятилетнего статского советника Ивана Ланова. Причина. Ссора во время праздничного обеда. Итог. Дуэль отменена. 22-й год. Пушкин вызвал дуэль молодого молдавского вельможа Тодора Балша. Хозяина дома, где он гостил в Молдавии. Вот там, не так ответил учтиво супруга его. Еще Пушкина на дуэль бессарабского помещика. Ну, не знаю, тут поставили такое. Вот. И все тут дуэль отменена, дуэль отменена. В 22-м году у него много было. Кишиневского олигарха. И через 10 лет в 32-м. Прапорщик генерального штаба Александр Зубов. Стрелял в Пушкина, но сам Пушкин от выстрела отказался. Вызван дуэль молодого писателя Ивана Руссо. Неприязнь. В 26-м году на дуэль Николая Тургенева, руководителей Союза Благоденствия. Причина. Тургенев ругал стихи поэта. В частности, его эпиграммы. В 27-м году за 10 лет до смерти вызвал на дуэль артиллерийский офицер. Дама офицера по имени София, которой Пушкин проявлял сексуальный интерес. Итог дуэль отменена. Ну, не знаю. В 28-м Голицын. В 28-м тоже секретаря французского посольства. В 29-м чиновника министерства. В 36-й за год до смерти. Князя Николая Репина. В 36-м тоже министерство иностранных дел. Нельцеприятное высказание Сологуба о жене поэта Натальи. Пушкин вызвал на дуэль французского офицера Жоржа Дантеса. Причина – анонимное письмо, где утверждалось, будто жена Пушкина изменяет ему с Дантесом. И в январе уже 37-го Пушкин убит. Христианство говорит, что человек приходит в мир для того, чтобы после него мир стал хоть чуть-чуть светлее и добрее. Христианство говорит, что человек приходит в мир, чтобы дарить, а не чтобы потреблять. И прежде всего человек должен дарить самого себя. Вот у нас умер здесь парализованный Сергей, 17 лет лежал недвижимый. Он дарил, а не брал. Боюсь, что сегодня человек воспитывается так, что он воспринимает самого себя как некое единое чувствилище, усложжению которого должен служить весь окружающий мир. Я должен предупредить, что христианство иначе видит место человека. Вспомните распятого Христа. Вспомните, как он возлюбил мир. Или вспомните слова пастернака о человеческой жизни. Жизнь ведь только миг, только растворение нас самих во всех других, как бы им в дарение. Быть христианином трудно, но именно христианство омолодило мир. Патриарх Алексеев II. Наталья. Чест Игнатий с братьями. Тоже в этот день Евангелие раздают. Благослови Господи, открой сердца людей для чтения и принятия Христа для своего личного Спасителя. Борис в больнице. Сережу подготавливают к операции. Очень низкое давление, сильно раздут живот. Состояние очень плохое. Это про Козлова, парализованного. В 30 лет он парализован был, ударился головой, нырнул на бревно. Хорошего ничего не обещают. Легкие будут подключены искусственно. Нас разлучили надолго. Как бы еще это все пережить? Это о Сергее парализованном. Сергея Птушенко. Ему бы священника позвать, исповедь и причастие, если Сергей в состоянии сейчас. Елена Пауэр. Кто в ролике проповедует? Виталий. Говорит, Борис Семенович, по возможности извещайте о Сергее. Андрей Абраменко. Сейчас на работе попытался поблаговедствовать в связи с праздником. На меня напал язычник. Как он утверждает, исконная Русь всегда была языческой. Ссылается на Щудинова. В зоне Москвы вообще сейчас язычество набирает резкие обороты. У Игнатия Тихоновича есть материалы по борьбе с пропагандой язычества. Католиков у нас нет. Есть очень много протестантов. Но я вижу сложности при общении с ними. Не вижу сложности. Сам бывший пятидесятник, с язычниками все сложно. Виталий. Сплошное язычество. Андрей. Все зависит от личности. После протестантской школы уже не видишь смысла целовать мощи. Виталий. Хрен редкий и слаще. Авраменко. Не понял вас. Обоснуйте, плиз. Виталий. Что патриархия, что протестантизм, и там и там ложь. Андрей. Громко. Вообщем ложь. Виталий Калейников добавляет в беседу участника Ксения Юрова. Виталий материал. К материалам Игнатия Тихоновича. Там все ответы. Андрей Авраменко. Мне хотелось бы услышать ваш аргумент. Сказал ложь. Продолжай. Как говорил один мой знакомый. А замахнулся? Бей. Ладно. Надо молиться за Сергея. Мы с ним собирались ролик сделать. Если на то будет воля Божья, сделаем. Роман. Тому, кому с язычниками сложно. Тому надо отречься с себя и жизни своей. И обратиться за помощью к Иисусу Христу. Хвала Ему. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Я успокою вас. Наше дело только благовествовать. Определенно. А остальное приложится вам. Ну, остального такого нету, Роман. Это. Ну да. Нету. Тогда нельзя вообще никак. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Ко Христу надо было показать здесь. Что большое ко мне. А остальное приложится. Нет. Все сие. Пища и одежда. Наталья. Чтобы им благовествовать, надо жить среди них и знать их. И как с ними беседовать. Как раз у ИИТ есть этот материал опыт. Там все верно изложено. Главное ни в коем случае спорить. И что-то доказывать. Сказать и отойти. И чтобы голова с плеч не полетела. И не хулилась имя Господне. Потому что они и сами этого не понимают. Дмитрий Лемеш. Сегодняшнее язычество основано на сказках 19 века. В Ведах. В 99,9% они просто начинают хулить Христа. И все, что связано с Израилем. Для таких бисер не метается. Дмитрий. Виталь. С этого благовествовать уж точно не стоит. Все мы здесь как бы в теме. Выражаясь мирским языком. Цель благовествования. Первое. Рассказать о Христе и его искупительной жертве. Сделать человека членом церкви. А уже после этого разбираться в деталях. Проповедовать с самого конца и рассказывать о ОМП. Это изначально губить цель благовестия. И еще дальше отодвигать потенциальное спасение человека. Немощно вере принимайте без споров о мнениях. Римлян 14. Главное – обратить, а дальше уже Дух Святой потрудится. Я не упрек, так как сам излишне горящий, гневлив и непокорен. Цель благовествования заключается в самом этом слове – рассказать радостную весть, новость и все. При благовествовании нет такой цели – сделать человека членом церкви, потому что это цель – катехизация, а не благовестие. Вот сколько разных ложных уловок придумывает человек сам себе для того, чтобы бездействовать в деле благовестия, из-за того, что я не могу сделать человека членом церкви, якобы я не должен благовествовать. Это наглая ложь на Евангелие Иисуса Христа, слава Ему, который, посылая благовестников тогда, когда новозаветной церкви еще не было и когда отсутствие апостола, просеявшихся, ходили и благовествовали деяниям 84. «Виталий, как, Сергей, кто-нибудь знает?» Дмитрий Лемеш, а Роман, вы не правы. «Все сектанты, ох, как хорошо знают об искупительной жертве Христа, однако они вне церкви, тогда как Христос во втором своем пришествии придет именно за своей церковью, а не сектой или хорошим человеком, который верит в Иисуса Христа». Дмитрий Лемеш прямо пишет «Отличнейший пример благовестия братьев, где раскрыто понятие о церкви, таинство крещения. Мир вам! Подскажите, как можно у вас креститься?» «Мама говорит, что я была крещена на дому в младенчестве поливанием. Очень тяжело дается борьба со страстями и грехами, которых, вопреки крещению, набралась юности, но, милостью Божией, имею ревность к евангельской жизни и сокрушение, и желание умереть для греха и жить в Господе. Венчина имеет двух отроков – сыновей. Все силы идут на сопротивление пагубности мира, особенно за детей. Какой от рады и надежды стало верить от вас, Игнатий Тихонович, что христианину необходимо изучать Священное Писание, и сразу пошли изменения, укрепилась вера. Общего у нас православных нет. Но есть православный храм УПЦ Московской Патриархии. Моя семья – прихожане этого храма, дети, панамари и детей крестили поливанием над миской. Наш священник не поймет меня, если я попрошу его в нас крестить правильно-то. Спаси Христос, раба Божия Татьяна. И опять кто-то пишет. «Игнатий Тихонович, мир вам, во Христе Господе нашим! Простите за поздний визит. Хотел сказать, бабушка моя по матери просит ее забрать, гостить ей уже 93 года. Хотела сегодня привезти, но, к сожалению, была на работе. Она прям просит, спать не могу говорить, там сейчас живет тетя Майя, младшая после мамы с сыном. Сын наркомана, работает таксистом. Сама пенсионерка ругается с самой младшей тетей. Живут у самих нет ни кола, ни двора. Просят, чтобы с бабушкой пенсии выделяли им деньги. Бабушка ветеран тыла, и пенсия у него хорошая. Извините за небольшое отступление. Игнатий Тихонович, я завтра не смогу выйти на скайп занятия. С низким поклоном всем братьям и сестрам. Спасибо всем Христос. Конечно, все это после храма. О чем спор? Или те, кто спорит, уже и забыли суть-то? Или все это ради спора? Дмитрий, а вы хотели сказать, чтобы в деревне все образованными были? Андрей Авраменко. Да, образованнее, чем сейчас. А такие еретики, как Карамзин и плюс вообще безбожья сволочь, в 19 веке написали свои учебники, где эталоном образованности поставили еретиков латинян. Вот и все. Мир всем, Татьяна пишет. Иван, трата временная. Ибо успокоим разум для обучения предстоящего. Елена, мир всем. Андрей. Ваш ликбез, смею напомнить, исходит из ненависти подмосковному населению. Дмитрий Лемеш. Тогда, по-вашему, апостол Павел также ненавидел галат, когда обращался к ним. О, несмысленные галаты. Андрей Авраменко. Дмитрий, вы в храме подмосковного села любого, когда были крайне... Ну, миссионерские или кто там, люди присылают там, что с собой брали. А это вот так. Ну, дальше тут надо посмотреть, что говорит Янис. Если тут посмотришь, вот я гляжу, когда... Ну, в такие дни ходят, не могут налить. Вот так. Всё это проливается, застывает. Что-то тут у меня не идёт. Вот так. А что же это я закрыл, выходит? Ничего себе. События дня. Пушкина. Патриарх Алексеев, второй. Отец Игнатий с братьями тоже в этот день Евангелие раздают. Благослови Господи, открой сердца людей для чтения и принятия Христа как своего личного спасителя. Это Наталья Усатая. Борис. В больнице Серёжу подготавливают к операции. Очень низкое давление. Сильно раздут живот. Состояние очень плохое. Хорошего ничего не обещают. Лёгкие будут подключены искусственно. Нас разлучили надолго. Как бы ещё это всё пережить? Это о Сергее парализованном. Сергей Птушенко. Ему бы священника позвать. Испойте при счастье, если Сергей в состоянии сейчас. Елена Фавор. Кто в ролике проповедует? Виталий Борис Семёнович. По возможности извещайте о Сергее. Андрей Авраменко. Сейчас на работе попытался поблаговестить в связи с праздником. На меня напал язычник. И, как он утверждает, исконная Русь всегда была языческой. Ссылаются на Чудинова. В июне Москвы вообще сейчас язычество набирает резкие обороты. Игнатий Тихонович. Есть материалы по борьбе с пропагандой язычества. Католиков у нас нет. Есть очень много протестантов. Но я живу сложностями при общении с ними. Не вижу сложностей. Сам бывший пятидесятник. С язычниками всё сложно. Виталий. Сплошное язычество. Андрей Авраменко. Всё зависит от личности. После протестантской школы уже не видишь смысла целовать мощи. Алексей Авраменко. Не понял вас. Обоснуйте. Виталий. Что патриархия, что протестантизм. И там и там ложь. Андрей. Громко. А в чём ложь? Виталий Калеников. Добавляет в беседу участника Ксения Юрова. Виталий. К материалам Игнатия Тихоновича там все ответы. Андрея Авраменко. Мне хотелось бы услышать ваш аргумент. Сказал ложь. Подложай. Как говорил один мой знакомый. Замахнулся, бей. Ладно, надо молиться за Сергея. Мы с ним собирались ролик сделать-то. Если на то будет воля Божия. Сделаем. А Роман. Тому, кому с язычниками сложно, тому надо отречься себя и жизни своей и обратиться за помощью к Иисусу Христу. Хвала Ему. Придите ко мне все труждающиеся, обременённые, я успокою вас. Наше дело только благовествовать. А остальное приложится вам. Наталья, чтобы им благовествовать, надо жить среди них и знать их, и как с ними беседовать. Как раз у ИИТ есть этот материал и опыт. Там всё верно изложено. Главное, ни в коем случае не спорить и что-то доказывать. Сказать и отойти. И чтобы голова с плеч не полетела и не хулилась имя Господня, потому что они и сами этого не понимают. Дмитрий Лемеш. Сегодняшнее язычество основано на сказках 19 века, в ведах. В 99-90-х они просто начинают хулить Христа и всё, что связано с Израилем. Для таких бисер не мечется. Дмитрий Лемеш. Виталий, с этого благовествовать уж точно не стоит. Все мы здесь как бы в теме, выражаясь мирским языком. Цель благовествования. Первое. Рассказать о Христе и его искупительной жертве. Второе. Сделать человека членом церкви. А уже после того разбираться в деталях. Проповедовать с самого конца и рассказывать о МП. Это изначально губить цель благовествования. И ещё дальше отодвигать потенциальное спасение человека. Немощного веря принимайте без спора во мнениях. Римлянам 14.1. Главное обратить. А дальше уже Дух Святой потрудится. Я не вупрёк, так как сам излишний горящий, гневлив и неповоротлив. Роман. Цель благовествования заключается в самом этом слове. Рассказать радостное небо. Новость и всё. По благовествованию, при благовествовании, нет такой цели. Сделать человека членом церкви, потому что его цель – катехизация, а не благовестие. Вот сколько разных ложных уловок придумывает человек сам себе для того, чтобы бездействовать в деле благовестия. Из-за того, что я не могу сделать человека членом церкви. Якобы я не должен благовествовать. Это наглая ложь на Евангелие Иисуса Христа, слава Ему, который посылал благовествовать тогда, когда новозаветняя церкви ещё не было. И когда в отсутствие Айтихриста рассеявшиеся ходили и благовествовали. Деяние 84. Виталий. Как Сергей-то? Кто-нибудь знает, Дмитрий Лемеш? Роман, вы не правы. Все сектанты, ох, как хорошо знают об искупительной жертве Христа, однако они вне церкви. Тогда как Христос во втором своём пришествии придёт именно за своей церковью, а те – сектой или хорошим человеком, который верит в Иисуса Христа. Дмитрий Лемеш. Отличнейший пример – благовестия братьев, где раскрыто понятие о церкви. Таинство крещения. Мир вам. Подскажите, как можно у вас креститься? Мама говорит, что я была крещённа на дому в младенчасти поливанием. Очень тяжело даётся борьба со страстями и грехами, которых, вопреки крещению, набралось с юности, по милости Божией, с чело. И имеют ревность к евангельской жизни, и сокрушение, и желание умереть для греха и жить в Господе. Ну и дальше вот можно прочитать, как это всё. Раба Божия Татьяна. Игнатий Тихонович, мир вам во Христе Господе нашем. Простите за поздний визит. Хотела сказать, бабушка моя по матери просит её забрать, но гостить, погасить. А ей 93 года. Хотел сегодня привезти, но, к сожалению, был на работе. Она прям просит, спать не могу, говорит, там сейчас живёт тётя Майя, младшая после мамы с сыном. Сын наркоман, работает таксистом, сама пенсионерка, ругается с самой младшей тётей. Живут у самых, самих нет ни колони двора, просят, чтобы с бабушкой пенсии выделяли им деньги. Вот так. Бабушка ветеран тыла, и пенсия у него хорошая. Извините за небольшое отступление. Игнатий Тихонович, я завтра не смогу выйти на скайп занятия. С низким поклоном всем братьям и сёстрам. Спаси всех, Христос. Конечно, это уже после храма. Иван, о чём спор? Или те, кто спорит, уже и забыли суть, или всё это ради спора? Дмитрий Лемеш. А вы хотите сказать, что в деревнях все образованные были? Образованными. Андрей Авраменко. Да, образованней, чем сейчас. А такие еретики, как Карамзин и вообще Безбожников, сволочь. В XIX веке написали свои ущебники, где за талоном образованности поставили еретиков латинян. Вот, мир всем. Трата времени его успокоим, разум для обучения предстоящего. Мир вам. Андрей Авраменко. Как ликбез, смею напомнить, исходит из ненависти к московному населению. Дмитрий Лемеш. Тогда, по-вашему, апостол Павел также ненавидит галат, когда обращается к нему, о, несмысленные галаты. Андрей Авраменко. Дмитрий, вы в храме подмосковного города любого, когда были в крайний раз? Я надеюсь, отвечает он. Дмитрий Лемеш. Я прекращаю такое чувство, что богословствую с бабой, а не с мужиком. Братья, я не перед всеми извиняюсь. Перед всеми. И перед вами. Андрей. За свою излишнюю раздражительность. Просто не понимаю, как можно не понимать столь простых вещей. И вот, вот, Ксения 25 минут назад получила новости от дочери Сергея Козлова Яны. Вот что она пишет. Только приехали с бабушкой от папы, запустили нас в реанимацию на 5 минут. Папа в очень тяжелом состоянии под аппаратами, поддерживающий давление, вентиляцию легких. Нужна еще одна операция, но врачи пока не могут ее сделать, так как очень низкое давление. Ксения Юрова. Игнатий Тихонович, если это уместно и нужно, может, вы снимаете короткий ролик с просьбой о молитве за Сергея. Вас смотрят многие его друзья, которые не знают о стучившемся. На странице Сергея писали о его состоянии. Но это сообщение мало кто видел. Прочитал Ксению письмо. Бросил все, да все дела. И сразу же позвал Владимира. И стали записывать. Получилось на 11 минут. Название видеоролика. Что это вот такое? Козлову Сергею, парализованному иконописцу. Иди за Господом. Господу и миром, братья. Дальше. Козлову Сергею, парализованному иконописцу. Иди к Мастину. Так. С миром брат называется. К матери Сергея Татьяне никто из наших не дозвонился пока. Мы с ней лично знакомы. Ночевали у них при нашей миссионерской поездке по Европе и Скандинавии. У меня большая закачка идет круглосуточная. И вот пристроил этот ролик. Так как у меня запись от телефона, а не через кабель. То вообще-то слабо тянет. А тут сразу на несколько страниц медленно идет. Так что уже в пути ролик сей. Этот ролик наш по заказу. Этот ролик наш по заказу. Как это так? Телефон не через кабель. Вообще-то тянет слабо. По заказу Ксении Юровой был записан, когда брат Сергей еще был жив. Козлок Сергей. И вот этот как бы от лица самого брата Сергея. Не спешите меня хоронить. Ну это песня Виктор поет на мои слова. Слава Игнатий Тихонович. Вам, наверное, уже сообщили первым делом, что раб Божий Евгений и другой, ваш Сергей, отошел к Богу. Как же жаль, что я не успел с ним пообщаться. Слава. Слава. Какой человек? Как он действовал на людей? Я буду обязательно 40 дней молиться каждый день. О нем, о капистом, о единоумершем. Или псалтерием. Может, стоит согласиться всем тем, кто его любит, в одно и то же время вставать на молитву в течение 40 дней. Если Господь положит на душу организовать это, организуйте, пожалуйста. Благодарю за оказанную душевную радость. Вячеслав из Казани. Анатолий. Посмотрел, спаси Христос. И поплакать хочется, и слезы не идут, и пищаль в радость одновременно. Есть чувство, что действительно не договорились. И в это же время сам Сергей так желал разрешиться и быть со Христом, что незравненно лучше. Сергей Тушенко. Слава Богу за то, что он являет для нас своих работников в проповеди Евангелия. Матфея. Вы соль земли. Вы считаете, если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не угодно. Как разве выбросить ее вон, на попрание людям? То есть грязью все. Вы свет мира. По мнению укрыться, город, стоящий наверху горы. Не может. И зажегшись, еще не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светят всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Ну, теперь все тут осталось совсем немного. Видишь, двое у нас могли бы там что-то делать, материалы. Андрей Аврааменко. Мне хотелось бы услышать ваш аргумент. Сказал ложь. Продолжай. Так, Роман. Тому, кому с язычниками сложно, тому надо отречься себя и жизни своей. Третий раз читаете. А? Третий раз читаете материал. Да? Да. А то еще там у меня, я гляжу и слышу такое похожее. На сказках 19 века. Повтор какой-то получился. Но ничего тут. Это как же так у меня получилось. Таинство крещения. Мир вам. Подскажите, как можно у вас креститься? Мама говорит, что я была крещена на дому в младенчасти поливанием. Очень тяжело дается борьба со страстями и грехами, которых, вопреки крещению, набралось с юности. Но, милостью Божией, имею ревность к евангельской жизни и сокрушение, и желание умереть для греха и жить в Господе. Венчина, имея двух отрыхов сыновей, все силы идут на сопротивление пагубности мира, особенно за детей. Какой отрадой и надеждой стала весть от вас, Игнатий Тихонович, что христианину необходимо изучать Священное Писание. Сразу пошли изменения и укрепилась вера. Общих у нас православных нет, но есть православный храл УПЦМП. Моя семья – прихожане этого храма, дети Пономари, и детей крестили поливанием над Мирской. Позорные священники, что делают. Наш священник не поймет меня, если я попрошу его нас крестить правильно. Спаси Христос, раба Божия Татьяна. Изверги просто. Такое таинство, как извращает. И никто этого не делает. Никакие сектанты, не сорообрядцы, все крестятся с полным погружением. Игнатий Тихонович, мир вам во Христе, Господи нашим. Простите за поздний визит. Хотел сказать, бабушка моя по матери просит ее забрать, погостить. Ей 93 года. Хотел сегодня привезти, но, к сожалению, был на работе. Она прям просит. Спать не могу, говорит. Там сейчас живет тетя Майя, младшая после мамы, с сыном. Сын наркоман, работает таксистом. Сама пенсионерка. Ругаются самые младшие тети. И живут у самых нет ни кола, ни двора. Просит, чтобы с бабушкой на пенсии выделяли им деньги. Бабушка ветеран тыла, и пенсия у нее хорошая. Извините за небольшое отступление. Игнатий Тихонович, я завтра не смогу выйти на скайп занятия. С низким поклоном всем, братьям и сестрам. Спасибо всех, Христос. Конечно, все это после храма. Иван какой-то, о чем спор-то? Или те, кто спорит, уже и забыли суть? Или все это ради спора? Дальше считайте. И Ксения говорит. Я говорю, как мне трудно это делать. Заказчика идет. Псалтырь, чтобы считали. Что? Вчера у нас Сергей уже ночью. Козлов. Событие какое. Сергей был светом миру и ссорью земли, несмотря ни на что. Считайте, задерживайте. 28-летие крестово-движенская община, и умер такой человек. Просто считайте, я продергиваю. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Стран sinceוף. Умер такой человек. вот номер счета куда просят там матери помочь что надо не знаю надо ли не надо посылать она одна родственники если можете не нуждаются больной духовник вот все обе борются кагура себе пишет мир вам сергей это виктор сашенко недавно умер отец серьги пух листья бурге был потом вчера было отпевание в люксембурге в церкви помолитесь сергей козлой знаю можем сохранить господь сергей пуха мне помогал дальше роман все тут еще говорят петрозаводск очередь сергея пришли люди молятся благодарят отец ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот на этом все сегодня.